привет зритель давно я не снимала видео и сейчас у меня будет обзор из пятерки я ездила к подруге на велике и так как как бы пятерка в том же примерно районе что ее первый дом ну дом ее мамы скажем так квартира ее мамы то я решила что надо заехать в пятерку я вчера хотел заехать но что-то так жарко было сегодня правда жарче и как-то ну просто так пятерку ехать неохота а тут по пути я оставила там тысячу восемь рублей 78 копеек мне аж 100 баллов закинулась за это ну и теперь у меня сто восемьдесят шесть баллов в общем 18 рублей 60 копеек у меня сейчас бонусных есть при случае потратить подруга сказала что там много скидок что там есть пол бы по скидке но возможно уже ее нет но внезапно я успела купить эту полбу по скидке у меня какой-то такой странной еды для самой себя купила и не только странный в общем вот такой огромный пакет еще у меня я подумала что давно не обозревала еду и вообще что-то у меня сейчас монтируются старые ролики или очень старые ролики ну конечно есть еще ролик пара на экшн камеру на эту камеру сейчас пишу через микрофон там горбушкин как-то вопрошал писала лечу на микро через микрофон асмр мне как-то не с руки потому что я считать не доделала но решила через микрофон чем я купила со бананов не какие-то такие маленькие были по сравнению с обычными бананами где-то вы бананы 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 ну короче пакет пятерочка 65 сантиметров на 40 сантиметров пять пятьдесят то вот который я как раз показывала пять пятьдесят до этого бананы шестьдесят семь рублей 90 копеек 99 копеек короче 68 рублей без копейки вышли бананы у меня даже на килограмм 15 грамм шестьдесят девять рублей одна копейка офигеть в общем тут у меня килограмма кота бананов я хотела что-нибудь сладенького я вчера покупала шоколадку сегодня в гости и свезла молочная такая по моему россия возможно она у меня пустых пакетиках еды будет а возможно не будет это честно не помню у меня просто пакетики вот где-то метров двух от меня по диагонали до этого покупала на мне так понравилось я что-то и за три дня захомячила там 90 грамм хорош такой очень молочный шоколадка по моему называется россия шедрая душа в магните он сейчас по 43 рубля по моему ну может 42 с копейками как-то так если округлить 43 рубля и хотелось ничего не сладенького ну как бы я такая вот уже очень брюзгав реале как-то так в общем очень много выбираю там если есть пальма масло если есть какое-то непонятное или куча всякой куча всякого того чего не должно по идее быть в еде и как бы то что я могу сама по идее сделать правда геморрно но в итоге я внезапно купила на кассе только на одной кассе видела марципан который раньше продавали в ашане сейчас он по скидке он обычно рублей 100 стоил и на озон на зон тоже его чуть давно не видела кстати жду заказ сазона возможно все таки его завтра доставят и возможно завтра будет обзор я как бы хотел пораньше в деревню свалить если была погода я же не знала чтобы вот уже четвертый день так тепло без дождичка ибо крышу у нас до сих пор еще не покрыли без покрытой крышей при дожде там как бы делать нечего ибо течет на кухне течет в сенях течет в горнице и весь двор ну практически крыша такая полноценно дырявая можно сказать ну и я как бы еще не доделал а тайп тарт что-то мне это глава очень такая тягомотная седьмая поэтому я думала что после за как заберу заказ сазона так четверг поеду деревню но видимо это будет скорее все в субботу и главное чтоб еще погода была нормальная короче в общем марципан который можно раньше было купить в ашане можно было раньше купить на озон но вот именно такого сейчас нету внезапно он здесь пятерки на одной единственной кассе в солнечном если вы из углича и вдруг все его увидите то и любите марципан хороший а не какое-то типа питерского производства не помню название грандар грандин хрен знает то пятерку я думаю что в другой пятерки города тоже возможно есть или даже в пятерки не только углича есть сейчас он зэнтис я такой привозила с финки таллина сейчас он стоит 70 ну короче 80 рублей без копейки я купила сразу две штучки как бы можно его порезать чаем попить я все собираюсь марципан сделать но сейчас жарко как бы ну я не настолько упарываюсь в сканлейт или еще что-то чтобы мне хотелось мозги разгрузить причем как бы я устаю как-то тайпа мне хочется потом разгрузить мозги аниме ну видимо мне уже передус рисовального манги рисовального и рисовального аниме ну вот как-то так готовить как-то у меня не идут руки чтобы вот что-то больше чем просто покушать приготовить там первое или второе где тут у нас чтобы полную цену тебе сказать зэнтис в общем да 80 рублей без копейки 79 99 тут 100 грамм тут хороший состав это очень хороший марципан мне очень нравится зэнтис я у зэнтиса покупала еще мне подруга тоже дарила из-под питера которая в общем картошка марципан картошка там сам по себе чисто вот марципан и в какао обсыпи обсыпал там 250 грамм пачечка и еще бывает пакетичек такой по 100 грамм но я очень что давно не видела ни то ни другое и покупала их исключительно только на озоне а вот буханочки можно купить вот назвать как бы буханка партипан да ваша не или вот внезапно в пятерке но ваша не тоже давно нету у него срок годности дон 11 декабря этого года но с прошлого года как бы год живет но я подумал что как бы успеет захомячить там почти еще он попадется 2 сейчас у меня сыр попался на подобный сыр смотрела но именно вот свежий ряд адыгейский копченый сыр именно что свежий ряд на свежий ряд я смотрела но как-то руки не доходили тут что-то меня потянуло на копченые сыры а тут за два дня или даже за три дня покупала в магните вот в инстаграм скидала кто подписан в курсе геогинский сыр копченый косичка я его с чаем пила вчера тоже с чаем пила как раз когда-то и дело адыгейский копченый сыр свежий ряд натуральный из натурального молока тут вполне меняемый состав адыгейского сыра очень хороший состав всегда вот но разные фирмы вот этот первый раз беру а кстати это тоже геогинский просто вот у него как-то дизайн видимо для пятерки или еще для кого-то тут у нас молоко нормализованная постерилизованная собородка молочная и соль пищевая 80 суток хранится 20 мая сделан и до 8 августа 280 грамм ну и он по цене скажу какую идет но там как бы написано за 100 грамм и как бы по скидке он шел в общем 549 99 ну как бы на ценник стоит 54 рубля 99 копеек тут же у нас 550 без копейки за килограмм ну и соответственно вышел мне на сто пятьдесят четыре рубля вот это у нас булгур я как-то подруга рекламила все тоже я что-то решила в этот раз его купить он тоже был по скидке не вот этот был бы скидки просто маленькая цена другой был по скидке и ну где-то рублей на 20 подороже сейчас скажу почем кайф на рынке так это global веляш я у них покупала по моему кукурузу зеленый горошек неплохая по моему фирма я так поняла что она не только в пятерки но и магните по крайней мере консервы я видел еще и магните где-то у нас булгуры так крупа булгур 50 рублей 99 копеек короче 51 рубль без копейки я купила абрикосов они были гигантские и не очень гигантские и парочка из них помялась пока я везла их на велике надо будет аккуратно помыть из хомячки я специально выбирала которые такие зрелые но видимо некоторые были супер зрелые абрикосы пятерки они сейчас по 140 без копейки за килограмм у меня вышло 640 грамм внезапно на 89 59 89 рублей 59 копеек творожок который мне нравится бережье мне вчера приволокли молока литр козьевых а я хотела сама съездить на как я позавчера ездила восемь километров там наверное ли сколько ли 7 хз сколько там километров от города короче до лагеря юности то в угличе есть такой лагерь юность за угличем на грехов ручей и внезапно до упора до лагеря юность вообще первый раз увидела этот лагерь юность никогда там не было ну и как бы слегка устала и человек собирался тоже туда ехать на следующий день выдры я подумал что вдвоем как бы ну я бы не встала 6 утра чтобы туда ломануться хотя вот по жаре сейчас конечно лучше утром ехать мне привезли молочка так-то я думала сама доеду и куплю еще творожка но в итоге купила сегодня в пятерке магните он рублей на 6 10 дороже сейчас у нас идет но когда-то был по 80 сейчас по-моему 80 но около 90 что-то в там вроде в пятерке он даже без скидки по этой цене это у нас обережье ярославский творог по моему тогда да ты ярославский творог обережье 5 процентов 400 грамм я даже как-то покупала специально такую пачку чтобы сделать творожную запеканку ну тут я вроде как я так хочу но еще можно со смузи вкусно делать так где-то у нас творог 78 рублей 19 копеек офигеть ваще я просто прикалываюсь обычно у них там и 99 от 19 копеек будто весовое что-то я нашла совершенно я как бы обзор хотела делать совершенно из одного продукта но до него пока еще не дошла пакете глубоко висит так это у нас докторы а я ткер только сейчас заметила что тут уехать мне всегда казалось что-то д ванильный сахар с натуральной ванилью с молотым стручком ванили с нежным ароматом мягким вкусом натуральной ванили как бы обычно продается там ванилин какой-нибудь или ванилин и сахар или сахарная пудра с ванилином или вообще какая-нибудь хрень а тут я чё-то глянула думаю на сахар измельченные стручки ванили тракт ванили 24 месяца он живет сделан он у нас где-то я тут видела не он был сделан а 25 февраля двадцатого года короче до 22 февраля до 22 года он доживет тут даже в рецепт ванильные язычки есть вообще прикол от когда всякие там рецептики бывают на пачках я их обычно вырезаю сохраняя когда уже пачка заканчивается что с что вот еще с чем-то в общем вот у меня вот если чем тут замучу то как раз вот просто иногда ощущается такой вот хочется какой-нибудь такой вот именно ванили куда-то добавить даже в домашнее допустим мороженое но и этого не суть нет ничего такого ванильного покупать ванилин как-то конечно масло ванили но эфирное ну как-то не с руки его добавлять так вот наша полба которыми вся подруга отрекламила увелка коллекция для ваших изысканных блюд полба из цельного зерна окажется полба это все таки пшеница я думала полба это какой-то отдельный злак но это просто так обработанная пшеница которую аж сам пушкин прославил как тут у нас на пачке сказано вот наша полба и я думала что она ну как бы там цена 1 видимо подходит даже как бы желтый ценник но видимо было скидка чуть больше чем предыдущая но срок годности кстати у нее хороший она у нас 19 апреля создана этого года и до 22 года того же срока доживут нас 19 апреля 22 года двое два года она хранится полба ты где а вот крупа пшеничная полба 450 грамм 49 рублей без копейки 4899 вот она у нас полба меня сейчас куча всякой такой крупы теперь есть я даже то что я путала все я думала что ячмень и перловка это разные вещи оказалось что-то одно и тоже в общем меня даже и дичменная перловка есть то что первое увидела сладко единственная сладко которая мне очень приглянулась я как-то покупала что-то подобное белый снег кажется тоже в пятерке или и в дикте или где-то там цена у него была одна на чеке она внезапно была дешевле на десятку это у нас витек кстати тоже по моему витек был у белого снега новый белый да вот это сладкий снег точнее вот он то что назывался сладкий снег только чуть побольше упаковка была тут 100 грамм там было 150 по моему этот белый снег даже обозревала в пустых баночках еды маршмеллоу сладкий десерт с любовью новый сладкий снег у меня есть теперь кузье молоко я вчера делала капучино на кузье молоке ну как бы искусственный кофе свой этот лечмен лечменный кофе к составу принципе нормальный патока крахмальная сахар глюкоза желатин пищевой держа веще агент с орбит ароматизатор клубник со сливками и краситель кармин я понимаю что можно самой сделать маршмеллоу я уже делала когда-то в прошлом году но что-то у меня тоже как-то руки пока не доходит надо какое-то такое вдохновение именно на подобные такие сладости 23 мая он сделан тут 100 грамм вот сейчас скажу о чем кайф а сахар ванильный я же не сказала сколько стоит до 23 рубля без копейки там 15 грамм так-так-так где ты тут называется это конфеты маршмеллоу в общем 40 рублей без копейки а так он там 50 рублей без копейки по ценник ушел внезапно дешевле это у нас глобалвеж мировая деревня чечевица красная но почему-то она оранжевая не помню красная чечевица у меня была или нет но может быть красная чечевица и должна быть оранжевая может я чё-то перепутала но вот я только сейчас заметила что она оранжевая написано красная хотя она оранжевая чечевица ты где она идет по 60 рублей без копейки тут 450 грамм не помню была она по скидке или так и стоила может быть по скидке была просто у меня как бы есть немножко чечевицы зеленый но там настолько мало что я подумала что пусть будет мало ли вот так что-то сварить захочется такая практически веган-веган я там искала также как в ашане эти куриные шарики но ценник есть шариков нет а вот в ашане когда я была то не обозревала просто то что купила в ашане ну чуть меньше недели назад на была там короче говоря этот не было даже цены не то что самих шариков я про них слышала то из-за чего я решила делать обзор еще когда вот увидела его в пятерке на полочке она без скидки было но я что-то их как бы видела на озон не помню сколько она стоит я про него очень много как бы читала вынести меня там подкидывается что-то именно что это и зачем она как бы я не читала но то что там во всякие пп рекламируют еще что-то отдельный разговор про пп как я к нему отношусь и что это такое то меня подруга одна она сидела на диете 3 на 13 день по этой пп разрешено было есть суп я вообще офигевала мы с другой подругой на эту диету офигевали то что там считается правильное питание при этом в этой диете надо было съедать какой-то день на обед и помимо прочего две палочки крабовых учитывая что крабовые палочки у нас не крабовые палочки а из кучи химии плюс немножко рыбы я не понимаю вот это правильно питание где куча всякой хрени которая ну никак с правильным питанием не сочетается видимо то что сейчас вот это такое крутое течение правильное питание но знаете как вот я дофига умных книжек прочитал но есть такие книжки которые нам очень массового читателя пишутся под копирку практически таким конвейером и что человек вот это прочитал мозга ему не добавила тут также дофига типа крутые люди которые считают что я на правильном питании дофига такая спортивная все такое можно заниматься спортом можно правильно питаться но именно правильно питаться не вот это вот 6 раз в день есть практически не пить суп не потреблять я считаю что суп раз в сутки ты обязан выпить потому что бывают очень диетические супчики вот у меня сейчас я что-то подсела как бы у меня не на мясном бульоне вчера у меня был гороховый суп на гороховая мука и вода и соль все дело тут себе зеленые такие щи в общем щавель потом ботва редиски и цветная капуста и вода все потом блендер прошелся мама шикарный диетический супчик суп надо есть раз сутки минимум и то что он притягивается к правильному питанию это вообще какой-то отдельная тема для разговора короче семена чья 100 грамм 120 рублей без копейки 119 99 семена чья темные 12 месяцев живут они тут где-то было написано когда они родились а вот уругвай кстати 18 мая двадцатого года я читала что они как бы загущаются что можно добавить молока и вот какой-то там коктейльный жаре или что-то в этом роде фирма food art специально для тебя с любовью свою ведь love вот ну и я решила взять ну и тут короче премиум типа высший сорт я не знаю если написано черное может бывают белые правда в инстаграм мне казалось что не намного больше там где-то даже сушеные такие футки были нота не такие малюсенькие в общем попробую что-нибудь с ними соорудить мне есть пакеты большой моток но не очень такие плотные покупала когда-то за 60 рублей там что-то 500 пакетов в светофоре давно не было светофорика в апреле наверно в конце точнее марта когда вот только вводили этот карантин кстати в регион до 22 0 6 эти маски но у нас по-моему уже так особо не блюдется я как праведный такой хожу во все магазины в этой маске но не все блюдут эти маски короче не суть была в светофор еще наверно в конце марта и тогда вот закупилась а там как-то больше не пришлось туда вну из-за какой-нибудь одной фигни тоже как-то туда не особо охота ехать поэтому я как-то туда не езжу но вот мне не очень нравится эти пакеты что я купила как-то до этого покупал там пакеты типа как для завтрака и упаковочные они были как-то более плотные поэтому я купила конта я помню как-то покупала в пятерке конта мешки для мусора чуть по 35 рублей мне кто-то в комментах писал что это очень плохие мешки мусора на самом деле очень хорошие плотные мешки для мусора сколько-то там штук не помню на 60 литров я обычно беру мне сейчас правда еще есть и эти мешки я еще покупала каждый день в ашане за 20 рублей 30 штук на 60 литров или 35 штук на 60 литров как-то так они одинаковые что вот каждый день мешки для мусора что я конта очень хорошие и от икон ты это я так поняла пятерковская какая-то марка я брала разные вещи тоже такие бытовые они тоже очень хорошие тут у нас пакеты для завтрака 100 штук позвонил на телефон сказочный спам люблю таких которые как бы пишет вам мегафон вот вам сейчас будет такой-то спам а потом приходит сообщение на телефон типа подключить вот такую-то фигню чтобы вам с вами приходил ясно дело что мегафон сливает ваши номера блин к н2 короче говоря пакеты для завтрака 24 на 31 сантиметр 100 штук сейчас заодно и проверим какие они отличаются ли они от тех но они как бы по размеру чуть поменьше но они действительно более плотная пусть и поменьше так что если вы вдруг сомневаетесь так он вполне себе нормальная фирма в этом плане так где то она у нас пакеты для завтрака 24 рубля без копейки в общем у меня как бы есть пищевая пленка но я не помню фирму которую покупала может быть фикси может быть в том же светофоре короче не очень хорошая такая пленка пищевая которая как бы отматываться отматываться потом вдруг пошла вы ее даже не обрезали короче хреновенькая такая я решила что пищевая пленка не помню покупала так он ты пищевую пленку или нет но в общем решила купить ее тоже тут 30 метров пленка вот для упаковки и хранения пищевых продуктов и конта сохраняет свежих продуктов но обычно такая пищевая пленка где-то тут у нас пищевая пленка 35 рублей 59 копеек я думала что 36 без копейки а тут 36 без 41 копейки у нас еще вот такое иногда бывает по той же цене как бы по скидке в магните я как-то один раз по моему покупала вообще мне родня это пользуют они мне и порекламе ли все время то маги экономьте до 30 минут для семьи подходит также для холодного свекольника акс не знала только сейчас что заправка для борща уже содержит тертую свеклу морковь и лук томатную пасту петрушку натуральные овощи смеси зелени специи кстати очень хороший состав сейчас она идет пятерки по скидке так она стоит иногда 70 иногда 80 иногда и даже за сотню все где найдете сейчас она стоит 50 рублей без копейки маги приправа заправка для борща 250 грамм в принципе ну можно разделить на два раза если вот там небольшая семья или один один совсем один а можно ну как бы на большую такую семью или на кастрюльке у меня сейчас там такой супчик тоже такой решила сделать почитала вчера специально на поле ходила собирала в экологически чистом месте немножко все сделала по фаншую ошпарила как надо только блендером осталось пройти и щавель добавить короче там мне на мясном бульоне гречка сныть и щавель я хочу добавить еще укропчик потом так вот второй батончик марципана и по ходу дела это усел в общем вот такой меня обзор еды не только еды пятерки всем спасибо за просмотр и всем пока